В определенный момент сюжета GTA Vice City, Томми приглашает его знакомый Кент Пол в студию звукозаписи, чтобы познакомить его с участниками вымышленной шотландской хэви-метал группы Love Fist. Студия звукозаписи находится в здании V-Rock. Очевидно, что тут находится и офис внутриигровой радиостанции V-Rock. Я думаю, этот офис неспроста был добавлен в игру, так как в файлах GTA Vice City были найдены неиспользуемые иконки всех радиостанций для радара, включая иконку вырезанной радиостанции A10VCN. Подробнее о ней можете узнать в одном из моих роликов, ссылку на него я оставил в подсказках и описании. Если бы в файлах игры был найден один лишь значок V-Rock, то это можно было бы списать на то, что это бета-значок всех миссий Love Fist, который Rockstar Games позже поменяли на иконку черепа. Но тот факт, что в игре присутствуют иконки всех радиостанций, озадачивает, потому что в файлах финальной версии игры нет координат этих значков. Поэтому в отличие от V-Rock, такие радиостанции как Fever 105, K-Chat, Flash FM и так далее не имеют каких-либо выделенных зданий. Это говорит нам о том, что Rockstar Games не понравилась эта задумка еще на ранних стадиях разработки, либо они просто не успели все доделать к выходу игры. У меня есть ощущение, что Rockstar успели сделать только иконки радиостанций для радара и здания V-Rock. Интересно еще то, что в одном из телефонных звонков Кент Пол называет это здание студии звукозаписи, никак не упоминая V-Rock. Вполне возможно, что изначально в этом здании не было вывесок, связывающих его с радиостанцией. Это может значить, что как и это здание, так и иконки радиостанций были сделаны в конце разработки игры. И следовательно, догадка о том, что разработчикам просто не хватило времени, скорее всего правдива. Что касается других радиостанций, то я думаю, что они находились где-то в центре Vice City, но об этом точно никто не знает. Тем не менее, на нескольких зданиях в центре города есть спутниковые тарелки, как у V-Rock и VCN. Возможно, эти здания были офисами остальных радиостанций. Это, конечно, только мои догадки и предположения, так как все, что у нас осталось в файлах игры, это иконки для радара, которые нам доказывают, что радиостанции должны были иметь свои офисы по всему Vice City. Были ли дополнительные миссии для каждой станции, как, например, у V-Rock? Вероятнее всего, нет. Но я предполагаю, что все-таки можно было выполнять миссии по развитию на какую-нибудь одну радиостанцию, а другие просто покупать за определенную цену и получать с них доход. Или же у них была какая-то другая цель, о которой мы никогда не узнаем, пока об этом не скажет кто-то, кто работал над игрой. Забавно то, что радиостанция Wild Style имеет свой значок. Это означает, что под нее тоже было выделено здание, хотя в игре она упоминается как пиратская радиостанция с неизвестным местоположением. Также диджей часто упоминает то, что даже полиция не может их найти, несмотря на то, что в игре был бы значок Wild Style, показывающий точное местоположение радиостанции. По мне, это странно и нелогично. Ну а вы пишите в комментарии, для чего нужны были эти иконки и почему их вырезали. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok